Здравствуйте. В Краснодарском крае суд оштрафовал на 30 тысяч рублей студента, потушившего сигарету об икону. Актуальный комментарий прямо сейчас. Мой сегодняшний гость Иерей Георгий Сергеев. Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Позвольте, я приведу цитату данного человека, который потушил сигарету. «Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться, и я им очень за это благодарен. Буду продолжать учиться и помогать родителям заработать на штраф, только пока не решил, каким способом». Это вот слова молодого человека. Как вы прокомментируете ситуацию? Вы видите, как здесь, в общем-то, проблема не только этого молодого человека, но и проблема, как раз, вот ту проблему, которую сейчас решает Русская Православная Церковь. В деле духовного образования и просвещения. Начиная с дошкольного образования, продолжая школьным образованием курсы основ православной культуры, да, и дальнейшей уже организации кафедры теологии в вузах. Этот процесс идет, он, конечно, идет сложно, много всяких подводных камней, но тем не менее. Это вопрос в том, что нету достаточной, вот именно воспитательной, такой вот, как сказать, я потом перепишу, я переговорю сейчас, да. Дело в том, что не хватает вот этой именно образовательной компоненты, которая позволит людям, да, будущим, так сказать, гражданам нашей России, которые еще являются студентами, учатся, действительно иметь информацию о тех религиях, которые у нас присутствуют, да, являются, так сказать, историческими на территории России. Иметь представление о культуре этих религий, даже если этот человек не относится к числу верующих людей, но он должен уважительно относиться к традициям, к каким-то внешним обрядовым действиям, которые те или иные религиозные группы совершают. Мы здесь, в данном случае, говорим не только о христианском, так сказать, да, аспекте вот этой проблемы, да, то есть это проблема вообще воспитания. Человек, вот он это сделал, он не подумал, видимо, да, то есть хорошо, что у него какие-то такие чувства, может быть, внутри понимания, что он сделал что-то не то, не так, неправильно. Конечно, мы с точки зрения, там, нашей, так сказать, христианской веры, с точки зрения православия, это, конечно же, форма богохульства, причем очень такая жесткая. Хотелось бы, знаете, надеяться, что, может быть, через этот случай вот этого молодого человека все-таки Господь приведет в храм, и что вот то, что за него там эти однокурсники, ну, если верить его, так сказать, словам, действительно там молились, вот, что действительно эта молитва придет к тому, что он осознает, вот, тяжесть своего поступка, потому что это наказание, понимаете, в 30 тысяч рублей, это не что по сравнению с тем наказанием, которое, действительно, человек может получить за такое вот открытое, да, Богохульство. Открытое богохульство, понимаете. С другой стороны, возникает вопрос, почему вот этот подросток наказание 30 тысяч рублей, а подросток, который ловил покемонов, там было более строгое наказание. Ну, понимаете, дело в чем. Наша задача, вот, мне кажется, взаимодействие церкви и государства в этом вопросе, это мое личное мнение такое, да, потому что у нас есть закон о защите прав верующих, об искорблении, да, чувств верующих, 148-й, там, закон уголовного кодекса Российской Федерации. И здесь мы должны, понимаете, быть в работничестве с органами, да, госвласти, которые как раз ответственны, да, за вынесение приговора, потому что с человеком нужно провести предварительную беседу, понимаете, этот человек иногда, он не понимает, на какие он действия идет, какие последствия эти действия могут иметь. Вот, если бы можно было сказать, что, да, вот этот человек, который ловил покемонов, он, например, учился бы в общеобразовательной школе, там бы преподавался ему основы, так сказать, основы, да, ОПК, и он, допустим, имея, скажем так, успешные оценки по этому предмету, ну, скажем, объективно там, да, и он допустил подобное, вот тут уже тогда вопрос к тем, кто его воспитывал, да, тем, кто читал эти лекции, как качественно эти лекции читались, понимаете, как качественно преподавались вот эти вот основы православной веры, основы православной культуры и воспитания, вообще религиозного воспитания, такие вещи, понимаете, они недопустимы не только в православных храмах, они недопустимы нигде, где есть собрание людей, которые, ну, действительно как-то выражают свои религиозные чувства, ни в мусульманском сообществе, ни в буддийском, ни в иудейском, нигде, понимаете. Речь идет не о том, что вот мы, как бы, некоторые нас обвиняют, что мы вот тут православные больше всех, так сказать, возмущаемся, когда кто-то наши чувства оскорбляет, но нас просто количественно больше, понимаете, у нас храмов гораздо больше, чем мечети и синагог там, да, и буддийских храмов. Будем молиться и стараться? Не будем, я думаю, что, я надеюсь, что этот человек сможет осознать свою ошибку, и, может быть, и, слава Богу, что не такое строгое внешнее наказание, но этот случай его сможет побудить, действительно, покаяться, вразумить его, и чтобы он пришел, действительно, по-настоящему пришел к Богу, пришел в храм Божий и пришел бы на исповедь. Но теперь, я думаю, что задача его как раз одноклассников как-то его вот к этому дальше подвинуть, понимаете, чтобы это его опыт вот такой, действительно, негативный, крайне негативный, крайне вредный для его души, все-таки закончился бы ее внутренним перерождением и перевоспитанием. Спасибо вам. Вот за это и будем молиться. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok